В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, но много было моментов. Соперник поймал на контратаке и стало чуть сложнее играть. Второй тайм уже более тяжелый был, соперник оборонялся, но мы нашли все силы забить. Последняя концовка уже пошли качели, туда-сюда, но в целом результат, наверное, закономерный, ничья один-один. Я могу сказать, что я сегодня особенно счастлив. Я чувствую, что настоящий футбол, настоящая футбольная атмосфера, он вернулся. Практически два года мы были лишены возможности играть вот такие матчи, настоящие футбольные матчи с публикой. И я могу сказать, что моя молодая команда в какой-то мере испугалась этой атмосферы. Наоборот. И наоборот могу сказать, что сегодня моя команда выдала очень мужественную, решительную и мужскую игру. В второй halбе была сейчас немного wild, когда мы потеряли контроль, второй тайм был немножко менее организован. В какой-то мере мы выпустили игру из своего контроля, у нас был меньше контроль за игрой. Но это именно то, над чем мы будем работать в ближайшие недели, месяцы. Ну и чтобы коротко резюмировать эту игру, я могу сказать, что у обоих команд были сегодня шансы выиграть, могла выиграть как одна и как и вторая команда. Но в конечном итоге я считаю, что ничья – это закономерный результат. Господина тренера спросить, вот последний момент, когда уходили, немножко такая потасовка произошла с футболистом. Как бы вы хотели это прокомментировать, вот этот случай? Я считаю, что сегодня было слишком много эмоций. Может быть, эмоции захлестнули обе команды. Немножко был потерян контроль за эмоциями, эмоции перехлестнули все. Важно, что в конце игры ребята пожали друг другу руки. Первый вопрос касается Смолова, почему он не вышел с первых минут. А второй вопрос касается поведения турецких болельщиков. Они начали бросать посторонние предметы в игроков. Хотел уточнить, ни в кого ли не прилетел, ведь посторонние предметы никто ли не пострадал. И как он в целом оценит такое поведение болельщиков? Первый вопрос к Смолова. Что касается Смолова? С Смолова была сегодня поговорим о том, что он пришел с Банком. Он сказал, что он не чувствует себя хорошо и не так, что он не готовится для стартовой формации. Поэтому мы его с Банком привели. С Смолова ситуация такая, что у меня был разговор с ним. Федя сам ко мне подошел и сказал, что после непродолжительного времени, что он не тренировался, он не чувствовал себя готовым сегодня выйти и сыграть на 90 минут. Поэтому мы сразу договорились, что сегодня он у нас должен был со скамейки запасных вступить в игру. То есть это такое решение, которое было обговорено. Что касается ответа на второй вопрос, я могу сказать, что я всегда за эмоции. Но если эти эмоции будут в игру, то есть это не так, что это не так, что это не так, что это не так. И я думаю, что это не только для нас, но и для тех, чтобы они эти эмоции не видят. Все эмоции будут хорошо, чтобы они не так, что они будут вступить в игру. Ну, я опять же повторюсь, я могу сказать, что я всячески за проявление эмоций на футбольном поле. Но я люблю, когда эмоции на футбольном поле они контролируются. То есть это касается и публики. Конечно, я не буду оригинальным, если скажу, что это недопустимо, чтобы... Бросали объекты в игроков. Это, конечно, недопустимо. Это, мне кажется, я не буду только от своего имени говорить. Я думаю, что это касается любой команды. Поэтому, ну, когда я вижу атмосферу на стадионе, я вижу, как болельщики зажигают своих футболистов, когда они их подбадривают, когда они их гонят вперед, когда вот такая фантастическая атмосфера присутствует на стадионе. За это я всегда за. Но что касается нарушений таких, как кидание объектов, я думаю, что это недопустимо в любом месте, в любой команде. Про Анжарина. В Англии пишут, что он из-за травмы вообще покинул расположение локомотива и уехал в Челси восстанавливаться. На российском телевидении сказали, что он выбыл до конца года. Могли бы вы объяснить, что в итоге с ним происходит и где он находится? Я могу докомментировать, что да, вчера на тренировке у Тина было повреждение плюсовой кости. Я могу сказать, что, скорее всего, Анжарин выпал у нас до конца года, до конца года. И сегодня он позже будет отправиться в распоряжение Челси. Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде. И поэтому ничего там такого нет, что команда, которая его дала в аренду, она будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение, что в дальнейшем потребуется ему уже операция, не операция. То есть это нормальная практика. Редактор субтитров А.Семкин